На самом деле в этом расследовании не так много нового, я должен признать. И моя задача главным образом заключалась в том, чтобы просто очень методично, подробно, последовательно, шаг за шагом объяснить российскому читателю некоторые вещи, которые в общем в мире уже более или менее известны и довольно интенсивно обсуждаются. Речь идет о том, что существует фотосъемка, сделанная жителем города Тореза, который там больше не живет в этом городе, он уехал на территорию, которая контролируется украинским правительством. Она была сделана в момент запуска этого бука. Эти фотографии на самом деле в сети известны и довольно много уже их анализировали, к ним было масса претензий, что вот там на них какие-то пятна, какой-то виден фотошоп и вообще все это неправда. Погода какая-то там неправильная. В общем, короче говоря, я связался с этим человеком, это оказалось возможно. Он прислал мне оригиналы этих фотографий. Там все абсолютно в полном порядке. Нет там никакого фотошопа и погода там совершенно соответствует тому моменту, который был в момент этого запуска. И очень ясно виден след от запущенного бука. Но главное, что по некоторым ориентирам, которые есть на этой съемке, можно попытаться реконструировать точное место, откуда этот бук был запущен. Что я, собственно, и попытался сделать. Опознать кое-какие такие заметные элементы пейзажа, опознать их по спутниковым съемкам в Google Maps и есть такая программа Google Earth. Так вот, я попал на некоторую конкретную точку, которая мне кажется очень подозрительной. Как мне кажется, на ней есть следы, такое обожженное пятно от запуска ракеты. И это не то место, на которое указывали предыдущие расследователи. Есть, например, известный голландский телеканал RTL, вот прославившийся, собственно, вчера очередным своим расследованием с этими поражающими элементами. Он тоже изучал эти фотографии и тоже указал на некую точку. Есть английская очень хорошая, очень сильная разведывательная, на самом деле расследовательская группа, которая называется Беллинкад, которая исследовала те же самые фотографии. Она указала на другую точку. Да, точку другую. Но только расстояние между этими точками 200 метров, когда речь идет о дистанциях там 20, 30, 35 километров, а в результате всех наших этих реконструкций мы попадаем фактически на один пятачок. Вот они говорят, поле слева от дороги, а я говорю, поле справа от дороги. И между этими двумя полями 200 метров. Знаете, я, что называется, согласен на оба этих поля. Только я хотел бы, чтобы наконец уже оттуда кто-то взял на анализ материалы, взял бы почву, какую-то остатки растительности и так далее. Потому что это спрятать невозможно. Но вот сегодня как раз появилась информация о том, что вроде бы представители голландской комиссии, которая ведет расследование этого инцидента, этой трагедии, приехали опять в Украину и вроде бы их допустят на этот раз туда, в тот самый район. Ну вот это на самом деле очень важно. Вот сейчас, собственно, все и выяснится. Потому что если кто-то попытается их не пустить на эту точку, или если кто-то попытается на этом маленьком пятачке, куда сходятся все следы, потому что есть еще ведь съемка этого самого бука, который там ездил туда-сюда по этой дороге, ровно между этими двумя полями. Так вот, если кто-то их туда не пустит, или попытается как-то это замаскировать, там что-нибудь срыть, какой-нибудь слой почвы, сжечь там какую-нибудь особенно ядовитую гадость, для того, чтобы запутать следы, вот тут-то все и станет понятно. Вот сейчас наступает какой-то очень важный, ключевой момент в этом расследовании. Ну а вы сами как думаете, вот голландцы докопаются до истины? Да я абсолютно убежден, что докопаются. Да и в общем, ну я-то думаю, что уже докопались. Просто они как бы собирают, концентрируют разные аргументы для этого расследования, для того, чтобы ну как-то разговоры бы все-таки сразу прекратились. Потому что понятно же, что основным оружием российской пропаганды в этой ситуации является знаменитая фраза «ну и что?». Ну да, ну взорвали, ну и что? Ну вот сегодня появился новый мотив. Ну БУК, да, ну и что? Надо же еще теперь узнать, чей это БУК, какой это БУК, старый БУК, новый БУК, такой модификации, сякой модификации. Что-то уже нет никаких разговоров ни про какие самолеты, ни про какие ракеты воздух-воздух, ни про каких удивительных пилотов, которые почему-то дают какие-то свои странные показания. Нет, все это забыли. Мы теперь знаем, что был БУК, только теперь какой БУК? Мы будем спорить про это. Ну вот для того, чтобы это прекратить, видимо, вот эта вот совместная комиссия, кстати, она не только голландская, там и австралийцы, и малазийцы, и кого там только нет в этой комиссии. Кстати, и украинские, как я понимаю, тоже есть участники. Так вот, в этой смешанной комиссии, видимо, готовят, ну уже такое какое-то железобетонное заключение по всем этим делам, для того, чтобы на этом разговоре все прекратились. Но, по-моему, все и так уже совершенно очевидно. Есть и съемки запуска, есть и поражающие элементы, есть и результаты осмотра черных ящиков, которые свидетельствуют о том, что жизнь пилотов прекратилась абсолютно мгновенно. Они даже не успели вскрикнуть. Это может быть только в той ситуации, когда попадает прямо в переднюю часть самолета ракета, которую они не видят. Самолета они бы увидели, если бы их кто-то преследовал, они могли бы сказать об этом. Нет об этом ни слова. Ну и так далее, и так далее.